Я всех приветствую на канале Донати. В этом видеоролике покажу хорошие настройки интернета, которые помогут вам сделать его быстрее, приемистей. Ну и в целом, да, видео называется «Как настроить интернет». Я добавлю даже правильно. Как настроить интернет правильно. Переходим к первому способу. Я рекомендую вам, друзья мои, ставить лайк, чтобы стоял, чтобы у вас стоял, чтобы у меня стоял, чтобы у нас у всех с вами стоял. Хорошо, когда стоит. Вот не поставить и не будет стоять, да? Лайк должен стоять, ребят. Спасибо. Идем в настройки и здесь отправляемся сим-карты и мобильные данные. Этот пункт может называться по-разному, но в целом это выглядит так. Идем в нашу сим-карту. Кстати говоря, мы чаще используем на канале Донати в качестве примера телефоны Samsung и Xiaomi, ну там Poco, Redmi, да, дочерние компании, бренды Xiaomi. А сейчас у нас Realme на примере. Но в принципе должен подойти любой телефон, Samsung, Xiaomi, там, не важно, да, практически даже iPhone должен подойти. Итак, мы с вами отправляемся в настройки и я показал, куда дальше. Да, сим-карты выбираем нашу действующую сим-карту. И даже если у вас есть такой пункт IPN, точки доступа IPN, да, либо это будет называться название точек доступа. В общем, вам нужно отправиться туда, где у нас настройки интернета происходят в целом, да? И здесь у нас будут настройки. Посмотрите, как это выглядит. Это выглядит вот так вот. Мы идем в самый низ, тип MVNO. Видите? Нет. Мы выбираем IMSI. Я нажимаю сохранить. Здесь в правом верхнем углу сбросить точки доступа. Сбрасываются. После этого ММС идем. И тип MVNO, IMSI. И галочку в правом верхнем углу. После этого сбросить точки доступа. И выбираем наш провайдер, да? И это интернет в моем случае. Это, кстати, не реклама. Потом идем назад. Здесь у нас оператор будет. Или что-то типа того. В общем, та настройка, где у вас спрашивают, выбирать сеть автоматически или чтобы вы вручную выбрали. Мы автовыбор снимаем. Выкол. Нажимаем выкол. По необходимости два раза это производим. И ждем, пока он найдет возможные точки доступа. Ну, вернее, доступные сети для выбора. Это еще со времен Nokia кнопочных был действенный способ. До сих пор. Так как в нашей стране необъятный и большой, до сих пор нет единой точки. Ну, так скажем, простым языком. Откуда, допустим, любой оператор способен работать на максимальных скоростях. То есть, все не ставят свои вышки. Кто-то работает на одной. Вот ее-то на вышке мегафона, допустим, к примеру, да? МТС и так далее. Но, если у вас оператор работает на вышке, которой нет рядом с вами, то он будет подключаться к другой вышке, которая, ну, соответственно, работает, может, хуже в связке. Поэтому мы выбираем своего оператора именно 4G, либо 5G, что у вас есть, да? Если вы находитесь в городе, это отпадает, в принципе, необходимость в данном действии. Но иногда можно. Можно это произвести, настройку. Интернет может увеличить до 10 раз скорость и приемность особенно. Итак, потом мы идем назад. Сейчас мы с вами будем выполнять очень важную функцию, которая позволит, в принципе, улучшить скорость интернета, даже Wi-Fi, да, и так далее. То есть, это сброс оперативной памяти, сброс фонопроцессор и кэш-память. Это звучит очень сложно, как будто бы нам телефон нужно как-то невероятно эксплуатировать, да, чтобы, ну, я имею в виду, как-то настраивать очень сложно. Нет, это все очень просто. Нам необходимо вытащить SIM-карту. Во-первых, друзья, мы вытаскиваем SIM-карту, флеш-карту, если у вас она установлена, и любые подключенные внешние девайсы к нашему смартфону. После этого мы с вами выполняем сервисную команду, которая выглядит следующим образом. Зажимаем кнопку включения и выключения и кнопку регулировки громкости вниз. И держим до тех пор, пока смартфон наш не отключится. Это может произойти через 3 секунды, а может и через 30 секунд, как говорится, да, но мы продолжаем держать. В принципе, мне нет необходимости, да, но я это все-таки, как говорится, сделал. Все, телефон выключился, мы отпускаем данные кнопки. Что происходит? Телефон сейчас прямо сбросил в некоторых ситуациях кэш, настройки фоновых процессов и так далее, да, и либо уйдет у вас в перезагрузку автоматически, либо вы должны его включить вручную. Это зависит от модели бренда вашего телефона. На примере сегодня Realme телефон, поэтому нам нужно включить, да, вручную. Все, после этого ни в коем случае сейчас не вставляем сим-карточку. Мы ждем, пока телефон полностью загрузится. И только после этого мы вставляем, друзья мои, сим-карточку. Когда мы уже введем пароль, либо графический ключ, что у вас там, да, и тогда вводим пароль. Ребят, есть еще классные индивидуальные способы, я имею в виду, что для каждого телефона бренда модели есть свои способы улучшить скорость интернета. Если хотите узнать, как на вашем телефоне это сделать, ставьте лайк и напишите в комментариях модели бренда своего телефона. Я могу для вас видео снять и, например, именно вашего телефона помочь улучшить вам интернет, настроить правильно. Если вам это интересно, пишите в комментариях модели бренда своего телефона, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Донате, чтобы не пропустить выход этого нового видеоролика, который покажет, как именно на вашем телефоне улучшить показатели вашего интернета. Друзья мои, а мы с вами вставляем обратно, вот именно сейчас я хотел вам это показать, чтобы было всем понятно, да, чтобы вы не забыли, что это действительно очень важно в данном случае. Мы вставляем обратно сим-карточку и наш интернет за счет разгрузки в фоновых процессах, ведь многие знают, да, что чем больше количество нагрузки на интернет в страниц открытых фоновых процессов, тем больше нагрузка на скорость интернета. Если он у вас и так не очень-то и приемистый и быстрый, это колоссальная нагрузка считается, да, для вашего телефона, для вашего провайдера. Потому мы с вами производим следующее. Также, что можно произвести еще, да, можно, во-первых, открыть вот эту шторочку, это уже не слишком важные такие действия, но могут помочь в некоторых ситуациях, да. Мы с вами включаем авиарежим, авиарежим и выполняем сервисную команду. Зажимаем кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вниз и три раза вибрация должна произойти, да, либо повышение звука, либо вот следующее. После этого мы с вами авиарежим выключаем, то есть он у меня и так выключился, что говорит об успешном выполнении действия. На разных телефонах это по-разному производится. Если у вас не получилось, да, авиарежим сам не выключился, напишите мне в комментариях модели бренд своего телефона, друзья. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайк, если хотите увидеть следующий видеоролик по этой теме и ставьте лайк, чтобы стоял. Я с вами прощаюсь ненадолго, желаю вам всех благ, всего лучшего и до скорого. Пока, друзья мои.